Форт и Мерседес официально покидают Россию. Форт продал доли совместного предприятия «Солерс», которое уже пообещало запустить производство грузовиков под собственным брендом. А немецкий концерн продает свои активы автодилеру «Автодом», который будет обслуживать автомобили «Мерседес». Теперь «Мимпромторг» ищет партнера для наладки нового производства на бывшем заводе «Мерседес» в Подмосковье. «Мерседес» официально покидает Россию. Немецкий концерн подтвердил продажу своих активов российскому автодилеру «Автодом». Новый хозяин будет обслуживать «Мерседес» после ухода немцев, а «Мимпромторги» будут искать тех партнера для наладки нового производства на подмосковном заводе «Мерседес-Бенц». О судьбе премиальных автобрендов в России Евгений Перичук. «Мерседес», как и многие другие компании, использовал проверенную схему по формуле «Уйти, чтобы вернуться» и отдал все свои активы, в том числе завод в Подмосковье, автодилеру «Автодом». Двумя главными условиями сделки, как поделился «Мерседес», были обеспечение гарантийных обязательств перед клиентами и сохранение сотрудников российского отделения. Предприятие немцев в индустриальном парке Есипова открыли всего лишь три года назад. Первым выпустили седан «Е-класс». Были еще три кроссовера, в целом мощность 25 тысяч премиум авто в год, полторы тысячи сотрудников. Проект был большой, инвестиции серьезные. Площадь предприятия 85 гектаров, денег вложено на 19 миллиардов рублей. Таким делом не разбрасываются. Вот и «Мерседес» не стал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. «Автодом» достаточно крупный автодилер, но все-таки это просто компания, которая продает автомобили, и их ремонтирует. Сама ничего производить не умеет, но в общем не будет этому учиться. Ее задача в текущей ситуации – это просто взять завод под свое крыло, сохранить его, чтобы с него, грубо говоря, просто ничего не растащить, чтобы он остался в целости и сохранности. Завод держать, в общем, достаточно накладный. Главное, непонятно зачем. На нем выпускать сейчас ничего не получится, ни при каких условиях. Но и отказываться от него, конечно, безвозвратно очень не хотелось бы. Это самый современный завод сегодняшний день среди всех иностранных автопроизводителей. За то, что, собственно, вот этот период времени «Автодом» будет владеть этим заводом, его держать и содержать, ему, видимо, дадут эксклюзивные права по дистрибуции запасных частей в России, то есть он будет заниматься распространением среди других дилеров, ну и, возможно, дадут какие-то права по импорту автомобилей «Мерседес» из других рынков в Россию. Премиальный авторынок, в частности, рынок запчастей, начал восстанавливаться гораздо позже, чем масс-сегмент. Оно и понятно, публика более придирчивая, материал более качественный, ценники и партнеры совсем другие. Впрочем, автодилерам пришлось пойти на уступки, говорит зам директора по продаже автозапчастей сети магазинов «Авто 3Н» Алексей Черненко. Премиальный сегмент, как правило, это обслуживание у дилера. Насколько мне известно, у дилера как раз-таки сейчас с запчастями плохо все. Второй раз приходилось общаться с владельцами премиум автомобилей. Они, конечно, в ужасе. Я знаю, посещение дилерских центров, цены там кратно повысились. То есть, если раньше там ТО обходилось, грубо говоря, 20 тысяч, то сейчас там предлагают за 60 тысяч рублей то же самое ТО пройти. Происходит поиск каких-то более дешевых заменителей. Откуда эти заменители? Это тоже китайские запчасти? Некоторые как будто сегменты составлялся из Европы. Но большая часть, конечно, из Китая приходила. Сейчас функция активно в этом участвует. Премиум-сегмент, в том числе немецкая «тройка», приостановили работу в России в числе первых. «Ауди» в составе концерна «Фольксваген» еще в конце февраля. Следом «БМВ» остановил сборку автомобилей на калининградском заводе «Автотор». А продажи «Мерседеса» к тому времени сильно просели. По итогу за первое полугодие на 65% до 8 тысяч автомобилей. Автодилеры все это время искали альтернативных поставщиков деталей и расходников. Говорит директор дилерских центров «Мерседес-Бенц», «Ауди» и «Эволют» АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Если говорить про запчасти, например, на немецкую «тройку», то нельзя сказать, что проблем с запчастями нет. Заводы остановили отгрузки запасных частей, и дилеры остались один на один с проблемой, как эти запчасти привозить самим. Мы привозили и привозим запчасти с сериалом, мы практически все восполнили. И по «Мерседесу», и по «Ауди», и по «БМВ» есть практически все сейчас. Ну, на ходовые, конечно, модели. Если говорить там про сложные какие-то элементы, экраны, мультимедия, может быть, или блоки, то мы не на все модели имеем запчасти в наличии, но, по крайней мере, мы эту запчасть перевезем уже быстрее, чем три месяца назад. Могу сказать, что 80% запасных частей мы везем оригинальные. Но это параллельный импорт, да? Я правильно понимаю? Да, конечно, параллельный импорт, потому что официально мы не можем. В Минпромторге заявили, что помогут «Автодому» в поиске новых партнеров, чтобы спасти рабочие места и наладить новое производство на базе бывшего завода «Мерседес». Что это будут за партнеры и на каких условиях, предположить пока трудно. Есть только опыт коллег. Например, возродить что-нибудь советское с примесью китайского. Среду российский рынок покинул американский автоконцерн «Форд Мотор», продавший свои российские активы в СП «Солярс». «Солярс» уже пообещал до конца года запустить производство легких грузовиков под собственным брендом. Ранее на этой неделе возможные приостановки продаж в России заявили корейцы ИСКИА. Те, кто привыкли ездить на 600-х, так и будут на них ездить. Президент Путин высказался от импортозамещения автомобилей класса «Люкс», который, по моему мнению, можно будет привезти из любой страны. При этом продажи супердорогих авто в России упали практически до нуля. До конца мая обещали запустить серийное производство «Аурусов». Удастся ли? Те, кто привыкли ездить на 600-х «Мерседесах», так и будут на них ездить. Владимир Путин высказался об импортозамещении автомобилей класса «Люкс». По мнению, их можно будет привезти из любой страны. При этом продажи супердорогих авто в России упали почти до нуля. До конца мая обещали запустить серийное производство «Аурусов». «Получится ли?» – выяснял Евгений Пирельчук. Президент не случайно упомянул про 600-й «Мерседес». Он сам передвигался на таком почти 20 лет. Словно в ответ на недавние опасения чиновников, что премиальные авто будут недоступны, на Евразийском экономическом форуме он заявил, что можно по этому поводу не беспокоиться. Те, кто захотят завезти какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х «Мерседеса». И будут ездить, привезут там откуда угодно, из какой угодно страны. В 2018 году Владимир Путин пересел на «Аурус». И именно сейчас на эту марку будет обращено особое внимание. Первые серийные «Аурус-Сенат» должны сойти с конвейера в Елабуге в конце мая. Особенно это актуально, если поднять свежую статистику. По данным «Автостата», в апреле год к году продали в 4 раза меньше автомобилей класса «Люкс». «Бентли», «Роллс-Ройс» и «Феррари» набралось всего 28 штук. Неудивительно, учитывая, в каком состоянии находится даже средний авторынок. О том, что имел в виду президент, когда говорил о том, что машины можно достать из какой угодно страны, мы спросили автоэксперта Артема Бобцова. Я думаю, что, конечно, Владимир Путин в курсе тех разговоров, которые идут про параллельный импорт и про возможность создания новых логистических цепочек через предельные страны. В первую очередь страны таможенного союза и, конечно, в первую очередь это Казахстан и Армения. На самом деле эти цепочки уже выстраиваются. Запчасти, я знаю точно, несколько компаний сейчас возят под заказ через Армению. Срок доставки там 2-3 недели составляет. Не запрещено купить, например, автомобиль Казаху, оформить на себя, а затем его перепродать России, который перегонит его в Россию, оформит таможню и будет пользоваться в России, ездить на российском учете. Конечно, они будут дороже. Пример сейчас телефоны Samsung и техника. Samsung первая через Казахстан попала в Россию в продажу, и она дороже примерно в России на 30%, чем в Казахстане, потому что логистика, доставка таможня и так далее. Возвращаясь к Аурусу, в прошлом году стало известно, что уровень локализации производства авто этой марки чуть больше 50%. В основном это внутренние механизмы, иностранные комплектующие – это электроника. И все, что составляет дизайн автомобиля. Коробки передач на новых Аурус точно будут наши. Еще год назад компания «Катия» показывала уже готовые к отправке коробки, созданные на основе сугубо российских разработок. Правда, неясно, есть ли доля иностранных деталей в этих коробках. Для Ауруса запрет на поставки комплектующих может стать проблемой, но не критичный, считает владелец проекта автомаркетолог Олег Масеев. Часть комплектующих иностранная, причем из тех компаний, которые объявили о том, что они не будут сотрудничать с Российской Федерацией. Но при этом, поскольку разработка проводилась под присмотром наших инженеров, то выпустить мелкосерийное производство запасных частей, кроме электронных каких-то компонентов, будет не слишком сложно. Вот с электроникой будет, конечно, сложнее. Пока очень сложно прогнозировать что-либо. Если мы берем именно Аурус, если они решат проблему с комплектующими, то, естественно, им будет проще, потому что привозить по параллельному импорту конкурентов будет достаточно тяжело, но и дорого. В апреле, по данным автостата, был продан всего один автомобиль Аурус. Как по совпадению, на агрегаторах объявлений как раз появился один образец. Аурус «Сенат» 21 года выпуска. Пробег 990 километров. Один владелец, указанный как Москва-Кремль. Цена вопроса 47 миллионов рублей. В апреле в ответ на запрос «Бизнес.ФМ» представители Ауруса рассказали, что номенклатура запасных частей, поставляемых в дизельскую сеть бренда, составляет около 2500 наименований. В Аурусе заверили, что выполняют все гарантийные обязательства перед клиентами и обеспечены необходимым запасом запчастей. Оперативно ответить на свежий запрос в Аурусе не смогли.